Рад приветствовать. Сегодня речь пойдет о некачественной реставрации ванны по технологии наливного акрила. В качестве примера у нас добротная чугунная ванна уже с неудачной реставрацией. И как оказалось, покрытие делали всего год назад. По итогу осмотра могу сказать, что качество работ достаточно хорошее, хоть и невысокое, потому что ручки никто не демонтировал, поэтому в этих местах все очень неаккуратно, есть не прокрасы. Также ручки заляпаны и под ними есть некрасивые подтеки. Но это не основная проблема, хоть и покрытие пожелтело всего за год, это не так важно. Основная проблема у нас заключается вот в этом месте. Покрытие вздулось и отслоилось в этом месте, хоть и заказчики пытались каким-то образом бороться, заклеивали это все скотчем, но понятное дело, что все отвалилось. И уже в процессе очистки ванны от этого старого покрытия стало ясно, что слоение началось из-за недостаточной толщины покрытия. А именно мастер, который выполнял работу, использовал материал невысокого качества. Как раз именно консистенция определяет в первую очередь качество материала. Чем материал гуще, тем он наносится более толстым слоем и, соответственно, служит дольше. Ручки я, конечно же, демонтировал, хоть это было и нелегко, и полноценный ролик выйдет через несколько дней. А сейчас я расскажу, каким образом очищается ванна от старого покрытия и какие для этого необходимо иметь инструменты. И, кстати, так быстро поверхность желтеет по двум причинам. Основная – это неправильный уход, это использование кислотных моющих средств. А вторая причина – это, опять же, некачественный материал, в состав которого входит дешевая смола, которая сама по себе быстро желтеет. Итак, вернемся к очистке. Самый эффективный и качественный способ очистки поверхности ванны от именно наливного покрытия – это очистка с помощью строительного фена. От правильной очередности очистки и использования правильных инструментов зависит время работы. Если вы, например, начнете шлифовать наливное покрытие, то затея эта не очень удачная, потому что пыль поднимется настолько сильно, что вы не будете видеть в пределах своих рук ничего. Также сейчас есть большое количество химических смылок, которые при нанесении на определенные виды красок вспучивают ее, но в случае с наливным акрилом это абсолютно не работает. Запаситесь терпением, поскольку такая работа может занять спокойно 4, 5 и даже 6 часов. В данном случае я очищал второе покрытие практически 5 часов. И для такой работы лучше всего подойдет хороший мощный строительный фен с регулировкой температуры и шпатель из нержавейки. После очистки бортов и вертикальных частей ванны очищается дно. Как правило, на дне слой в несколько раз толще и достигает иногда 2 см. Но в данном случае максимальная толщина на дне была 3-4 мм. Напомню, что причина этому материал невысокого качества, который слишком жидкий. После грубой очистки с помощью фена и шпателя на поверхности эмали остается много маленьких зазубрин. Чайших остатков, которые с помощью фена уже не удалить. Поэтому после первичной очистки поверхность ванны необходимо шлифовать. Сделать это можно несколько бесспособами. Я лично использую УШМ с регулировкой оборотов, но об этом я расскажу в другом видео. А сейчас я покажу, как именно выглядят вот эти зазубрины и остатки старого покрытия на поверхности эмали. И к большому сожалению, большинство людей, которые заняты в этой сфере, даже не знают правильной технологии подготовки поверхности ванны. Поэтому, друзья, если вам интересно, пожалуйста, поставьте палец вверх, подписка, задайте мне вопрос. Я с удовольствием каждому отвечу. И, конечно же, спасибо за уделенное время.